Северная башня Владимирской области Общественные и политические деятели Фонд поддержки боксеров «Русь» создан трудами мастера спорта СССР международного класса по боксу Анатолия Михайловича Петрова. Здесь же в Северной башне располагаются офисные помещения фонда, и поскольку фонд введет также международную деятельность, важно, что в непосредственной близости расположены Дом правительства Российской Федерации, Центр международной торговли, Посольство США и Великобритании, а также гостиница «Радисон Славянская», гостиница «Украина» и представительский отель «Золотое кольцо». Конференции, семинары, встречи боксеров и форума будут теперь проходить в самом центре столицы. И скоро, я думаю, в Северной башне появится зал бокса, и наш самый лучший вид спорта станет еще популярнее, еще престижнее, еще понятнее и доступнее для тех, кто выбирает между командами видами спорта и единоборствами. На телеканалах, в том числе «Матч ТВ», вы можете увидеть и услышать организаторов и гостей мероприятия. Но, как вы видите сами, мероприятие носит характер встречи добрых друзей и единомышленников, которые собрались для обсуждения дальнейших планов развития бокса и плодотворного общения. Гости приехали по приглашению президента фонда Анатолия Михайловича Петрова. Более 30 лет своей жизни он посвятил развитию спорта в России, популяризации в мире российского профессионального бокса, созданию детских школ бокса в России и за рубежом, в коих уже насчитывается несколько десятков. Из соображений профилактики COVID-19, сегодняшнее мероприятие не стало, к сожалению, местом встречи ветеранов бокса. Забота об их здоровье является приоритетом, но сегодня они приветствовали создание фонда благодаря видеосюжету, который был показан гостям и который вы сможете увидеть в конце этого видеоролика. Ветераны бокса России рады и гордятся тем, что создан фонд поддержки боксеров Руси. Слава российскому боксу! Вы вместе! Помощник Боркевич Боркевич Боркевич, читайте о рыбе! Ура! 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 А пока остается назвать лишь некоторые звездные имена тех, кто отправил в полудотворный и наверняка долгий и добрый путь фонд поддержки боксеров Русь. Олимпийский чемпион и чемпион мира в профессиональном боксе Александр Поветкин, чемпионы мира боксеры-профессионалы Денис Лебедев, Александр Бахтин, Эдуард Трояновский, Светлана Кулакова, чемпион СНГ и славянских стран Дмитрий Кудряшов, чемпион Европы Роман Андреев, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, Президент промоутовской компании Мирбокса и группы компаний Московский ипотечный центр Андрей Михайлович Рябинский, глава спорткомплекса Крылья Советов Анатолий Васильевич Гарбур, наш любимый актер, народный артист России и большой почитатель бокса Александр Яковлевич Михайлов. Представитель казачества, всемирный атаман Валерий Васильевич Камшилов, работники спортивного клуба имени Виктора Петровича Агеева. Федерацию бокса России представляли директор департамента профессионального бокса Олег Викторович Агеев, руководитель судейской комиссии Юрий Константинович Копцев. Президент Федерации профессионального бокса Южного и Северокавказского федеральных округов Сергей Васильевич Костенко, начальник спортивного центра по военно-прикладным видам спорта ЦСКА Бодряченко Игорь Александрович, директор школы Олимпийского резерва Московской области Сергей Сергеевич Викенский. Чемпион по самбо и дзюдо, заслуженный мастер спорта, председатель Совета ветеранов ЦСКА, полковник военной прокуратуры Владимир Дмитриевич Шкалов, председатель Совета ветеранов бокса России, полковник вооруженных сил Александр Васильевич Шипилов. Гостями в мероприятии были боксеры, которым три десятка лет назад руку плескали залы СССР, Европы, Северной Америки, чемпион Франции Владимир Канцель, Виктор Егоров, который одержал 10 побед, из них 9 нокаутов, на рингах Калифорния, Аризона, Невада, Пенсильвания, Нью-Йорка и стадионе Уэмбли в Лондоне. В атмосфере праздника сегодня спорт, искусство, православие создали ту гармонию, которая уже десятилетиями помогает также и развитию спортивного клуба имени Виктора Петровича Агеева, который основал и развивает Анатолий Михайлович Петров. Об этом говорил настоятель храма новомучеников и исповедников российских священник Андрей Куклин. А протоиерей Александр Столяров, который сам в единоборствах был чемпионом СССР, доверил президенту Фонда поддержки боксеров «Русь» Анатолию Михайловичу Петрову чудесную икону, которая с этого дня будет помогать фонду плодотворно работать на благо российского спорта. Добрым знаком сегодня стало то, что одному из гостей, чемпиону СССР по боксу, победителю спартакиады народов РСФСР Владимиру Степанову, во время мероприятия пришло известие о рождении сына. И, кстати, в этот день, 19 сентября 1969 года, родился абсолютный чемпион мира по боксу Константин Дзю. По телефону он приветствовал гостей мероприятия с берега Черного моря, где встретил свой 51-й день рождения. Конечно, все узнали в роли ведущего, заслуженного оркеста Российской Федерации, почетного мастера спорта России по боксу Николая Лукинского, который стал в 2008 году еще и победителем телевизионного шоу Первого канала «Король ринга». А сейчас, в продолжение сюжета, смотрите рассказ о фонде поддержки боксеров Русь, который собрал под свои знамена энтузиастов спорта, которые уже десятилетиями поддерживают и развивают бокс в Российской Федерации и за рубежом. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы знамя российского спорта несем, над рингом его поднимая. Гордятся боксеры великой страной, перчатки на бой одевая. Воспитанный мужеством сильных людей, путь к рингу спортсменам измерен. Российских боксеров встречает весь мир, весь мир в их победе уверен. Уважаемые дамы и господа, уважаемые любители спорта. Он в поддержке боксеров Русь начинает свою деятельность, продолжая славные традиции Федерации профессионального бокса. У истоков этой федерации стоял заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, двукратный чемпион Европы Виктор Петрович Адирий, заслуженный тренер Алексей Иванович Киселев и мастер спорта межородных классов по боксу Анатолий Михайлович Петров. Активно работали вице-президенты Анатолий Васильевич Гарба и Андрей Михайлович Рябинский. За два десятка лет Федерация подняла на мировой пьедестал 27 россиян, чемпионов мира профессиональному боксу, сделала профессиональный бокс популярным в России. Отдать должное, бокс развивается и развивается колоссальными темпами именно в России. И это заслуга, и маловажная заслуга именно Федерации. Большое большое спасибо и всем, кто принимал участие. Федерация профессионального бокса России «Слава!» Глава Исагееву! Ура! 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 Но сегодня пришло время расширить сферу деятельности этой организации. Создание фонда поддержки боксеров «Русь» – это очень важный этап в развитии бокса России. Спортсменам, боксерам всегда нужна помощь. Задача нашего фонда – оказание помощи боксерам, организация тренировок, повышение спортивного мастерства, оказание материальной помощи. Наш фонд объединяет всех, кто служит спорту России. Вместе мы сила, вместе мы решим любые задачи. Единственную олимпийскую победу в боксе в нашей стране принес Олег Григорьев, выигравший в финале у итальянца, хозяина ринга. Время Советского Союза государство оказывало большую помощь. Сейчас времена изменились, и спортсменам стало немножко тяжелее. Хорошо, что на помощь боксерам приходят меценаты, помогают материально и поддерживают боксеров. Ветераны бокса России рады и гордятся тем, что создан фонд поддержки боксеров Руси. Слава российскому боксу! Мы вместе! Когда я уже будучи девятикратным чемпионом Японии среди профессионалов приехал в спортивный клуб имени Виктора Петровича Агеева в Балашихе, я был рад увидеть эти прекрасные залы, современное оборудование. Но также меня поразила забота о боксерах, которую организовал здесь сам Анатолий Михайлович Петров. Ребята шли с своими финансовыми, бытовыми, жизненными вопросами, и каждому здесь оказывалась поддержка. Каждый получил ту помощь, которая была необходима. Уже в то время Анатолий Михайлович развивал медиапространство, создал несколько интернет-журналов, где боксеры видели свои выступления на ринге, могли познакомиться с историей бокса, узнать о событиях отечественного и зарубежного спорта. Каждый месяц выходили печатные журналы о боксе, которые рассказывали широкой аудитории новость соревнований и жизни ветеранов. Еще в 2006 году святейший патриарх Алексий II благословил Виктора Агеева и Анатолия Петрова о развитии спорта в России и создании детских школ бокса. Сейчас под флагом Центрального спортивного клуба имени Виктора Петровича Агеева открыты десятки школ бокса в России и за рубежом. Здравствуйте, дамы и господа! Я чемпион мира по боксу WBC Роберт Дахая. Хочу с гордостью вам представить первый международный спортклуб имени Виктора Петровича Агеева, заслуженного мастера спорта. Клуб был открыт при содействии и большой помощи Петрова Анатолия Михайловича, который открыл множество клубов в России, в Валаши и в других городах. Вот, это первый международный клуб. Следуйте за мной, пожалуйста, селый экспорт. Вот это у нас бериобокса. Есть, метки. Зал 700 квадратных метров. Не только бокс, но и тросфит. Этим залом могут пользоваться сборная России и страны, постсоветская республика, потому что бокс не имеет границ на дне политики. Профессиональный зал оборудования американской фирмы Ardex. Очень хорошая. Субтитры создавал DimaTorzok Проведено 20 боксерских турниров, победители которых стали получать звание Мастер спорта России. Я желаю всем участникам турнира на призы Агеева успешных выступлений на ринге. Есть такая профессия – защищать свою Родину. Я хочу поздравить боксеров и их друзей, и их семьи. Замечательным нашим праздником – 23 февраля. День защитника Отечества. Если бы парни всей земли вместе собраться наднажды могли, Вот было бы весело в компании такой, и до грядущего подать рукой. Они сделали из этого турнира международный турнир – турнир дружбы. Виктор Петрович Агеева я знаю много лет. Я знаю, когда он был совсем юным. И я с большим интересом, как и вся страна, та Великая Советская, наблюдал за его спортивной карьерой, за его боями, яркими, запоминающимися. И очень рад тому, что потом Виктор посвятил себя работе со спортсменами. Этот турнир имени Виктора Петровича Агеева подвигнул и многих других спортсменов для того, чтобы заниматься общественной такой работой, скажем. Я уже несколько лет провожу тоже всероссийский турнир по боксу класса А, мастерский турнир. Тут оттвага и честь, и победа не счесть, для которых не нужен меч. Но точен удар и рука тверда для того, чтоб Россию беречь. Но точен удар и рука тверда для того, чтоб Россию беречь. В школах бокса ребята владевают спортивным мастерством. Когда смотрел бой, переживал за своего ребенка, надеюсь, он вырастет хорошим человеком, который может за себя постоять. Изучает историю бокса и укрепляет духом благодаря воспитанию в православных традициях. Участников соревнований по традиции благословляют православные священники. Каждый турнир, он не похож на предыдущий. Но самое главное отличие от одного до другого, то есть это идет рост и повышение квалификации боксеров. Турнир, естественно, набирает силу. Ну и становится сильным, известнейшим турниром в нашей России. Это наша гордость. Естественно, мы очень рады. Хочется поблагодарить отца Александра за предоставленное помещение. Спасибо вам, удачи нам на встречу. Ну что ж, ребят, добрый путь. В городе Балашиха боксеры клуба Агеева также занимаются на тренажерах в зале фитнеса, который открыт для посещения всем желающим горожанам. Благотворительная деятельность заключается также в помощи храмам, монастырям, духовным обителям и детскому приюту в Привиденском монастыре города Покров Владимирской области. Построены и восстановлены храмы в России и храм иконы Божьей Матери Семистрельная в Олефрике на Кипре. Мы находимся в храме Семистрельной иконы Божьей Матери на Кипре. Это первый русский храм, который был построен Федерацией профессионального бокса России по инициативе Анатолия Михайловича Петрова. Храм был построен достаточно быстро. Анатолий Михайлович смог привлечь достаточно профессиональных и написок строителей, так что в храме были мастера, приехали из России, из Палиха. Иконы иконостаса выполнены в древнерусском стиле. Иконостас сочетает в себе как наших русских святых, так и святых Кипрской православной церкви. Это единственный храм на Кипре в честь Божьей Матери Семистрельной. Кипреты любят ее, потому что одно из названий ее «Уничтение злых сердец». Мы находимся на территории храма, который построен в честь чудотворной иконы «Умягчение злых сердец». Сам храм также и называется в честь иконы «Умягчение злых сердец». Во многом существование этого храма обязано Анатолию Михайловичу Петрову. Его помощи, его участие в строительстве. «Умягчение злых сердец» «И на пасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашей я разреши, на твой посвятый образ зирающий». В нашем храме хранится дивная икона. Мироточивая, слезоточивая, а порой и кровоточивая. Икона Божьей Матери «Умягчение злых сердец». Эта дивная икона собирает не только всех страждущих, но и всех благодарных и удивительных людей. Среди тех, кому не просто дорога эта икона, а кто стал покровителем и попечителем и нашего прихода, и нашей общины, и хранителей этой святыни. Анатолий Михайлович Петров. Наша благодарность Анатолию Михайловичу и всей команде. Те, кто искренне, усердно и жертвенно участвует в жизни этой святыни на пространстве, в всем пространстве, не только нашей Руси, нашего нынешнего святого Отечества, но и всего мира. Потому что икона действительно является святыней вселенского масштаба. Эти чудеса продолжаются более 20 лет. И более 20 лет Анатолий Михайлович помогает иконе. В каком смысле? Он помогает путешествовать по миру. То есть его помощь, безусловно, она просто неоценима. Ты боишься, боишься, но в жилых сердец умягчение. Икона очень известная. Это столб нашей России, действительно. И известная она не только у нас в России, а и во всем мире ездит по всем городам. Америки, Австралии, Европы. Везде ее встречают. Везде встречаются с таким огромным энтузиазмом и радостью, что это действительно столб России, который был ословлен, конечно, Матронушка. При прислании ее Матронушки, она очень обильно замироточила, стала мироточить не только мирой, но и кровью. Это очень много свидетельств на это есть. Мне предоставилась Господь Бог такую возможность внести ее в Храм Христа Спасителя при избрании патриарха Кирилла. Она стояла рядом с ним. Как все знают, за один день все решилось. Ее очень любит и почитает сам патриарх Кирилл. Ее очень почитает Владимир Владимирович Путин. По благодати Божией, Божья Матерь, мне к себе привезли, у меня есть возможность помогать. И я помогаю, естественно, и в поездках, и во всех ее нужных делах. Мы узнали о том, что Анатолий Михайлович Петров создал новый фонд поддержки боксеров «Русь». Мы всячески будем молиться за то, чтобы Анатолий Михайлович и его детище плодотворно развивались и трудились на благо русского российского бокса. И также мы надеемся, что покровительство Божьей Матери будет распространяться и на этот фонд. И покровительство Божьей Матери поможет в трудах и в попечительстве Анатолия Михайловича. Поздравляю всех сегодняшним днем с этим торжественным мероприятием, с этим замечательным, очень представительным форумом. Я желаю всем, нашим спортсменам, победы. Почему победы? Потому что спорт – это победа. Но спорт – это не только победа. Ведь поражение, порой, нас гораздо большему учит, чем победа. Спорт – это прежде всего преодоление. Преодоление себя самого. Я очень желаю этой самой главной победы. Победа над собой. Даже соперник, имея свои немощи и свои сильные стороны, помогает нам выявить свои слабые стороны, а также свои сильные стороны. Поэтому соперник, такой же человек, как и мы, он тоже побеждает. Вне зависимости от результата поединка. Он всегда победитель. И я всегда победитель. И мы всегда победители. Я желаю вам помощи Божьей. Не только в преодолении себя, но вообще во всей вашей жизни. Чтобы вся ваша жизнь была под покровом Пречистой Богородицы. Чтобы ее слезы, мироточные, благоуханные, благодатные, омывали наши сердца и наши мысли. И чтобы в нашем сердце все было чисто, все было светло и сияло благодатью. Помощи Божией. Потому что побеждать всегда и везде должно добро. Для того, чтобы Россию уберечь!